Давайте теперь это правило скалярного умножения применим к частному случаю, когда оба вектора А и В – это есть просто радиус вектора. Тогда у нас получится, что х-скалярное произведение равно просто сумме квадратов компонент х, у и затовый. Но вспомним теорему Пифагора. Если мы сложим квадрат проекции вектора на первую, вторую и третью взаимную перпендикулярную ось, мы с вами получим квадрат длины полного вектора. Таким образом, если мы скалярно умножаем вектор сам на себя, в результате мы получаем квадрат его длины. Отсюда рецепт. Если вы хотите вычислить длину вектора, поступать надо очень просто. Надо этот вектор скалярно на себя умножить и извлечь корень из того, что получилось. Пожалуй, этого нам пока будет достаточно для того, чтобы работать со скалярным произведением двух векторов. Но математики – люди хитрые. Кроме скалярного произведения, они выдумали еще и векторное произведение двух векторов. Сперва я, пожалуй, дам определение, чтобы вы испугались. А потом мы разберемся, что означает каждое слово, и станет все, как всегда, просто и ясно. Так вот, векторным произведением двух векторов называется вектор, длина которого численно равна площади параллелограмма, построенного на перемножаемых векторах. И этот вектор должен быть направлен перпендикулярно плоскости построенного параллелограмма в соответствии с правилом правой руки. С ума сойти! Давайте разбираться. Итак, у нас есть два вектора, а и b, которые надо векторно перемножить. Прежде всего, построим на этих двух векторочках параллелограмм. Чему равна площадь параллелограмма? Это, господа, обычная планиметрия, обычная геометрия. Площадь параллелограмма равна произведению длин его сторон на синус угла между ними. Внимание! В скалярном произведении был косинус, в векторном произведении – синус. Итак, если нам надо знать длину вектора, который является векторным произведением а на b, надо перемножить длины этих векторов еще на синус угла между ними. Итак, мы нашли длину вектора, который будет играть роль векторного произведения. Но чтобы задать вектор, кроме длины, надо задать еще его направление, куда он смотрит. Так вот, договорились, что для того, чтобы найти направление векторного произведения, надо взять плоскость, которая задается векторочками, которые перемножаются а и b, и провести перпендикуляр к этой плоскости. И тогда векторное произведение будет смотреть вдоль этого перпендикуляра. Только стоп! Если мы задали направление перпендикулярной плоскости, то у нас есть еще два варианта, куда направить векторное произведение. Его можно направить вверх, а можно направить вниз. Как выбрать из этих двух вариантов? Договорились, а математика вся состоит из сплошных договоренностей, что направление векторного произведения будет задаваться с помощью правила правой руки. Это правило очень простое. Возьмите кисть правой руки и расположите ее так, чтобы первый из сомножителей поворачивался вдоль направления пальцев этой кисти к другому сомножителю в сторону меньшего угла. Если у нас а перемножается на b, и а смотрит сюда, а b смотрит сюда, крутить надо вот так. Тогда большой палец правой руки покажет нам направление векторного произведения. Итак, если а смотрит сюда, а b смотрит на вас, то векторное произведение а на b будет смотреть наверх. Внимание! А что будет, если мы вектор b будем умножать на а? Если мы b будем умножать на а, то мы правую руку должны будем расположить вот так, и кисть будет показывать вот такое направление поворота, и векторное произведение будет смотреть в другую сторону. Таким образом, в случае векторного произведения, а умножить на b равно минус b умножить на а. В отличие от произведения чисел, в отличие от произведения вектора на число, и в отличие от скалярного произведения двух векторов, векторное произведение антикоммутативно. От перемены мест сомножителей произведение меняется. Направление произведения изменится на противоположное. Наверное, вам сразу же показалось, что в определении векторного произведения есть какой-то обман. Почему-то мы выбрали правую руку. Да, это договорённость. С равным успехом можно было бы выбирать и левую руку. Но тогда векторное произведение смотрело бы в другую сторону. Если А смотрит сюда, а В сюда, и мы пользовались бы правилом левой руки, то векторное произведение смотрело бы в другую сторону. Таким образом, мы с вами ввели очень странные векторы, направление которых зависит от того, правой или левой рукой мы пользуемся. В честь этого для таких векторочков придумали специальное название. На самом деле векторное произведение является не настоящим вектором, а так называемым псевдовектором. Это не совсем настоящий вектор. Вот надо сказать, что все наблюдаемые физические величины, если они векторные, должны описываться настоящими векторочками. А псевдовектора используются как некоторые вспомогательные математические построения. Кстати, чтобы уж окончательно вас испугать, я вам скажу ещё одно пижонское математическое слово. А что будет, если обычный вектор скалярно умножить на псевдовектор? Если при перемножении двух обычных векторов мы получали числа или скаляры, то при скалярном перемножении вектора на псевдовектор мы будем получать псевдоскаляр. Это такое хитрое число, которое меняет свой знак, если мы право меняем налево. Каких только вещей не напридумывают математики. Но самое интересное, что все эти вещи работают в физике. И прежде чем попрощаться с вами, я задам вам один вопрос для размышления. Итак, если скалярно перемножить два вектора, мы получим скаляр. Если скалярно перемножить вектор на псевдовектор, мы получим псевдоскаляр. А что будет, если скалярно перемножить два псевдовектора? Подумайте на досуге, а я с вами прощаюсь до следующей лекции.